данном уроке я вам расскажу как зарегистрировать вашу интернет торговлю с юридической точки зрения то есть юридически оформить фирму либо и п до рекомендую вам такой вот такой вот сервис мое дело . орг называется здесь вы запросто зарегистрируйте и п вообще без без вопросов вообще легко и просто вот я сам так регистрировал когда-то свое и п и в общем то с первого раза сдал документы на самом деле ничего здесь сложного нет заходим значит сюда выбираем какой вы хотите такой вы хотите короче говоря подавать документы для регистрации да то есть в какой-то момент вы все равно обязаны зарегистрироваться и в общем то вам все равно это пригодится во первых надо будет вам расчетный счет сделать после этого да то есть вам необходим будет расчетный счет вам нужно будет подключать различные платежные системы те которые недоступны для обычных физических лиц также снять всякие лимиты и собственно еще и поменьше налогов можно будет в итоге платить вот также естественно можно будет учитывать какие-то расходы но все плюсы я не буду и минусы здесь объяснять конечно в в 2013 году с 1 января для индивидуальных предпринимателей были введены дополнительные налоги но не то что дополнительно были подняты налоги пенсионного страхования до самого индивидуального предпринимателя потому что раньше было 16 тысяч рублей в прошлом 2012 году а 2013 году к сожалению государство подняло его в два раза даже чуть чуть больше чем два раза он сейчас составляет 36 35 тысяч 600 рублей практически этот налог это в год то есть что вас ждет так скажу то есть это обязательно неважно есть у вас доходы или нет в общем вот эти 36 тысяч вынь да положь так скажем за год его можно выплачивать по квартально то есть разделить на 4 и выплачивать по восемь с половиной тысячи рублей в квартал то есть раз в три месяца вот эту конечно же цифру можно списать на расходы такие как короче говоря если у вас будут какие-то доходы вы можете вот эту цифру списать налогооблагаемой базы вот вдаваться в подробности в этом уроке я не буду вам лучше проконсультироваться с бухгалтером по этому поводу какую лучше вам систему какую ну короче какое юрлицо вам лучше в конкретном вашем случае вот если вы как бы привыкли распоряжаться деньгами своими как обычное физлицо да то я вам рекомендую и п потому что здесь есть плюс что деньгами и п может распоряжаться намного проще чем в ложке потому что в допустим в ооо если ну общество с ограниченной ответственностью выводить деньги можно только лишь двумя способами во первых вывести его как на зарплату уплатив при этом практически 50 процентов налогов до сверху допустим 100 тысяч вывели 50 тысяч еще будьте добры еще в бюджет заплатите всякие социальные налоги и так далее вот процент либо в качестве дивидендов уплатив 9 процентов налога с суммы которую вы выводите да это что касается общество с ограниченной ответственностью и причем раз в год можно это делать вот или списать какие то короче говоря произвести какие то платежи за там по хозяйственной деятельности то есть вывода без так сказать налогообложения очень мало вот это собственно зарплата и еще плюс 50 процентов примерно до плюс еще ндфл 13 процентов в общем там довольно все плачевно вот ави п вы спокойно пришли с расчетного счета деньги сняли уже ими распоряжаетесь в общем то как хотите или себе просто на карточку перечислили вот индивидуальный предприниматель здесь может главное что он заплатил свои налоги вот эти вот социальные плюс плюс еще за ну с прибыли вот допустим с прибыли это может быть 6 процентов от оборота 6 процентов от оборота сейчас я вам в следующий уроках объясню да что конкретно 6 процентов от оборота либо это на на схеме доходы да ну кстати ложка тоже может также платить либо в зависимости от вашего региона какой-то но там идет 15 процентов 15 процентов от дохода за минусом расход то есть здесь вот оборота идет да вот 6 процентов от оборот неправильно написал доход оборота оборот по счету а здесь 15 процентов от чистого дохода то есть за минусом уже всех расходов но у нас в тюмени например так скажу что у нас эта ставка не 15 опять процентов вот и я на этой системе налогообложения в общем то и нахожусь вот итак чтобы начать так сказать это был вводный небольшой ликбез чтобы начать пользоваться да чтобы начать регистрироваться точнее нам нужно заходим на этот сайт вот самый простой способ либо заходим на этот сайт и здесь проходим небольшую регистрацию как это делается сейчас следующем уроке я вам покажу что касается именно и п либо идем находим фирму которая но в вашем городе которая регистрирует индивидуальных предпринимателей там ложки и пользуемся их услугами вот сколько это стоит это тут уже я как бы не могу знать вот но здесь можно сделать все самому и в общем то бесплатно практически и также подключить эту бухгалтерию тут уже по желанию вы можете подключать ее можете ее не подключать я первое время пользовался но для моих задач в общем мне оказался неудобный сервис я от него на второй год отказался короче говоря от этого сервиса вот по причине простой что с 1с предприятием здесь почему-то не хотят они никак интегрировать по-нормальному и мне надо вот именно с 1с к и короче говоря я отказался в итоге от этого сервиса в пользу н нанятие на работу бухгалтера собственно вот ну точнее не то что бухгалтера я просто нашел фирму бухгалтерскую где занимаются аутсорсингом бухгалтерии и просто к ним привожу свои документы они всю мою бухгалтерию ведут вот в основном по расчетному счету вот и также по торговле через свои оффлайн магазины я им тоже там бумажки все приношу они мне все все отчетность составляют и короче говоря сами сдают отчеты я только плачу налоги и все вот так следующем уроке я вам расскажу как и по зарегистрировать хотя хотя на самом деле я мог бы этого не рассказывать здесь все довольно и так просто вот